Детский университет, ментальная арифметика, раннее и общее развитие детей, подготовка к школе, интенсив курсы по решению школьных задачек, каллиграфии и запоминанию таблицы умножения – все это направление деятельности детского центра «Красный лис». Якуся, один. Где один цифра? Ага. Дальше плюс. У тебя стоит шесть. Ага, шестерочку туда ставь. Не бойся, не бойся. Бери ее прямо в руки, можешь брать. Равно сколько? Шесть. Шесть? Будет семь. Шесть и еще прыжок на один. Сколько будет? Следующая какая цифра? Шесть. Семь, да. Шесть. Потом прыгнули на один. И получилось? Семь, да? Так, молодцы. Вижу. Хорошо. Обучать детей школьным наукам нелегко. Это скажет любой педагог. Обучать дошколят на ранней стадии развития вдвойне сложнее. В Центре развития детей «Красный лис» это делают в непринужденной игровой форме. Поэтому школьную грамоту малыша вместе со специалистом по раннему развитию, победителем конкурса «Воспитатель года» Инной Слотиной разъясняют сказочные герои или знакомые персонажи из леса. Зайчик, например. А как узнать зайчишку? По каким приметам? Ребята стараются. Зерым может быть и волк. Потому что ни одного зверя нет таких огромных. Ух. Ух. И нет. Руководитель Центра Елена Обеленцева – педагог с огромным опытом работы. Готовит к практическим занятиям интерактивную доску. Дошколята в теме. Это и есть там компьютер. Как будто бы это вот из компьютера показывают. Так это и есть из компьютера. Сегодня у ребят необычный гость – губернатор Ненецкого автономного округа. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Как ваши дела? Здравствуйте. Здравствуйте. Глава региона появился здесь не случайно. В год здоровья, объявленного в регионе в 2019 году, в Наринмар прибыли офтальмологи по приглашению общественной организации Ассоциации родителей Ненецкого автономного округа, руководит которой Елена Обеленцева. Средства для реализации мероприятий по проверке зрения у школьников выделили из окружного бюджета в рамках конкурса грантов на реализацию социальных проектов НКО. На встречу с докторами и важного дядю отпустили не сразу. Сначала научили правильно здороваться. Пока по слогам, прохлопывая их в ладоши. Причем поздороваться нужно с каждым участником круга. Готови, считай. Елена. Здравствуй, Елена. Познакомившись, поздоровавшись, показали гостям и мастерство работы на интерактивной доске. Так кружечка вводим. Называем. Помогайте, конечно. Ноль. Один. Один. Я вижу вот их атмосферу, их вовлеченность, их интерес. Но это дорогого стоит. Спасибо вам за вашу работу. Мы вам интерактивную доску подарили. Говорите, что еще надо, и мы еще готовы вас поддерживать. Спасибо вам огромное. А вы дарите вот такое же тепло, такую же заботу тем детям, которые вам ходят. Обучение может быть разным. Может быть, из-под палки, а может быть, вот такое удовольствие. В Центре развития детей «Красный лес» губернатор Ниньского округа встретился с прибывшими из Иваново специалистами в области офтальмологии. Участвуя в окружном конкурсе грантов с проектом «Доврачебная система сохранения природного зрения у детей НАУ», некоммерческая организация Елены Беленцевой решила провести офтальмологическое обследование наших школьников. К сожалению, мы часто не замечаем, как у детей ухудшается зрение. Причины понятны – учебники, компьютеры, различные гаджеты. Как предотвратить развитие офтальмологических заболеваний современных школьников? Прежде всего, необходима профессиональная диагностика узких специалистов. Офтальмологи будут работать в Наринмаре всю эту неделю. Планируется, что они обследуют порядка 600 детей из всех городских школ. В зависимости от того, какая патология глазная, то есть там их тоже много разнообразностей, для чего мы приехали сюда, чтобы посмотреть, есть патология или нет, и направить в специализированные клиники. Человек сам уже выбирает, куда он поедет. И здесь уже такая тактика. Значит, надо иметь какие-то физиопроцедуры, ну, как не ошибаюсь, в нашей клинике у нас и физиопроцедуру, и психофизическая тренировка. Когда идет с помощью разной тренировки, ребенок расслабляется, и вот это все в совокупности, плюс наши занятия, плюс дома делают, и плюс в этот раз тренировка. Хорошие результаты. В случае, если у ребят будут обнаружены проблемы со зрением, которые необходимо решать в специализированных клиниках, специалисты дадут рекомендации по прохождению лечения. Органы власти региона, по словам Александра Цибульского, готовы подключиться к вопросам организации направления пациентов в медучреждения, находящиеся за пределами Ненецкого округа. Ольга Малыгина, Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Ольга Малыгина,arsaимка «Север». Продолжение следует...